Подсудимый, вам законом предоставлено последнее слово, сказал председатель суда равнодушным тоном, с полузакрытыми от утомления глазами. Что вы можете прибавить в разъяснение или оправдание вашего поступка? Обвиняемый вздрогнул и нервно схватился длинными тонкими пальцами за перила, отделяющие скамью подсудимых. Это был невзрачный худенький человек с робкими движениями и затаенной испуганностью во взгляде. Светлые, редкие, как будто свалявшиеся волосы на голове и бороде и совершенно белые ресницы придавали его бледному лицу болезненный анемичный вид. Он обвинялся в том, что, проживая у своего дальнего родственника, графа Винцепольского, в ночь с 23 на 24 января произвел в квартире последнего поджог с заранее обдуманным намерением. Медицинская экспертиза определила полную нормальность его душевных и умственных качеств. По ее словам, замечалась некоторая повышенная чувствительность нервной системы, наклонность к неожиданным слезам, слабость задерживающих центров, но и только. До сих пор подсудимый казался равнодушным, почти безучастным к разбирательству его дела. Торжественная подавляющая обстановка судебного заседания, расшитые мундиры судей, красное с золотой бахромой сукно судейского стола, огромное двухсветное истопленное зало, величественные портреты по стенам, публика за барьером, суетливые пристава, исполненные достоинства присяжные, олимпийская небрежность прокурора, бессодержательная развязность защитника – все это произвело на него ошеломляющее впечатление. Ему казалось, что он попал под зубья какой-то гигантской машины, остановить которую хотя бы на мгновение, не в силах никакая человеческая воля. Много раз во время речи защитника ему хотелось встать и крикнуть «Вы совсем не то говорите, господин адвокат! Дело было иначе! Замолчите и дайте мне самому рассказать всю историю моего преступления!» И вслед за тем уверенным голосом, в ясных и трогательных выражениях, передать все свои тогдашние мысли, все даже самые тонкие, неуловимые ощущения. Но машина продолжала вертеться так правильно и так безучастно, что сопротивляться ей было невозможно. Однако последние слова председателя вдруг пробудили в подсудимом судорожную энергию отчаяния, являющуюся у людей в момент окончательной гибели. Ту самую энергию, с которой осужденный на смерть иногда борется на эшафоте с палачом, надевающим на шею веревку. И умоляющим голосом он воскликнул. «О, господин председатель! Ради самого Господа Бога выслушайте меня! Позвольте мне рассказать все!» Присяжные заседатели изобразили на лицах сосредоточенное внимание. Судьи углубились в рисование петушков, належавших перед ними листах бумаги. Публика напряженно затихла. Подсудимый начал. «Когда я в начале прошлого года приехал в этот город, у меня не было никаких планов на будущее. Я, кажется, и родился неудачником. Мне никогда ни в чем не везло. И в 40 лет я оставался таким же беспомощным и непрактичным, как и во время моей юности. Я обратился к графу Винцепольскому с просьбой протекции для получения какого-нибудь места. Я рассчитывал найти у него помощь, так как он приходился дальним родственникам моей покойной матери. Граф, человек щедрый и снисходительный к чужим, устроить меня в то время никуда не мог, но зато предложил мне до первого удобного случая поселиться у него в доме. И я переехал к нему. Сначала он оказывал мне некоторые знаки внимания, но вскоре я ему приелся, и он перестал со мной стесняться. Должно быть, он так привык к моему присутствию, что считал меня чем-то вроде мебели. Тогда-то для меня и началась ужасная жизнь приживальщика, жизнь полная горьких унижений, бессильной злобы, подобострастных слов и улыбок. Чтобы понять всю мучительность этой жизни, надо ее испытать. Напрасно независимые и гордые люди думают, что привычка к прихлебательству в конец притупляет у человека способность дрожать от обиды, плакать от оскорбления. Никогда-никогда не был я так болезненно чувствителен к каждому слову, казавшемуся мне намеком на мое поразитство. Душа моя в это время была сплошной воспаленной раною. Другого сравнения я не могу найти. И каждое прикосновение к ней терзало ее, как обжог раскаленным железом. Но чем больше проходило времени, тем меньше я чувствовал в себе энергии, чтобы вырваться из этого унизительного положения. Я всегда был слаб, труслив и вел. Сытая жизнь на графских хлебах окончательно меня парализовала и разворотила, разъела, как ржавчина, остатки моей самостоятельности. Иногда ночью ложась спать и переживая вновь бесконечный ряд дневных унижений, я задыхался от злобы и говорил себе, завтра конец, я ухожу, бросив в лицо графу много горьких и дерзких истин. Лучше голод и холод и платье в заплатах, чем это подлое существование. Но наступало завтра, решимость моя пропадала, опять мои губы искривлялись в жалкую напряженную улыбку, опять я не смел и не умел положить руки на стол во время обеда, опять чувствовал себя неловким и смешным. Когда я отваживался напоминать графу о его обещании пристроить меня, он возражал со своим барским видом, ну чего вам торопиться, мой милый, разве вам плохо у меня, поживите пока, а там посмотрим. Я замолкал. Я даже не пробовал отказываться, когда граф дарил мне какой-нибудь из своих немного поношенных костюмов. Эти костюмы были великолепны, но слишком широки для меня. Один из графских гостей как-то заметил, что платье на мне точно с двоюродного братца. Другой, грязный, циничный господин и, как говорили шулер, громко расхохотался на это замечание и нагло спросил меня, «Вы, Федоров, вероятно, заказываете платье у одного портного с графом». Никто из них не звал меня по имени-отчеству. Граф почти всегда забывал представлять меня своим знакомым, из которых большинство были такими же приживальщиками около него, как и я. Но только они умели держать себя с графом на равной ноге, почти фамильярно, а я всегда оставался робким и подобострастным. Они ненавидели меня той, острой, уродливой ненавистью, которая только и может быть между людьми, соперничающими из-за милости патрона. Прислуга графа относилась ко мне со всей высокомерной хамской наглостью, составляющей особенность людей этой профессии. За столом меня обносили кушанием и винами. В их лакейских взглядах и словах я чувствовал презрение, которое они ко мне чувствовали, презрение работника к трудню. Я сам убирал свою постель и чистил свое платье. По вечерам иногда составлялся винт. Когда не хватало партнера, граф предлагал карточку и мне. У меня никогда не было своих денег, но я садился, страстно мечтая о выигрыше. Я играл с жадностью, с расчетом и с риском, и даже доходило до того, что внутренне молил Бога о помощи. Как обыкновенно бывает в этих случаях, я проигрывал, всегда больше всех. Когда игра кончалась и партнеры рассчитывались, я сидел с потупленными глазами, красный от стыда и судорожно ломал мелок. Когда молчать доля становилось невозможно, я, стараясь казаться небрежным, говорил «Граф, пожалуйста, будьте так добры, я в настоящую минуту не при деньгах. Примите на себя мой проигрыш, я вам завтра возвращу». Конечно, это обещание никого не обманывало. Все знали, что ни завтра, ни послезавтра я своего долга не отдам. Случалось, что вечером граф и его гости отправлялись в ресторан, а оттуда к женщинам. Меня приглашали вскользь, мимоходом и таким тоном, который сам по себе говорил об отказе. Я знал, что скажи я «нет», меня с удовольствием оставят в покое. Но, клянусь истинным богом, я никогда не мог понять, какая сила заставляла меня раньше всех бежать в переднюю и суетливо надевать пальто. За ужином много острили и безобразничали. Я должен был громко и часто смеяться, но смех доставлял мне столько же удовольствия, как ученые собаки. Если же меня самого осеняла веселая мысль или удачный каламбур, я не находил для них слушателей. Едва я раскрывал рот, как меня тотчас же перебивали. Все отворачивались от меня, и я, начиная в десятый раз одну и ту же фразу, тщетно перебегал глазами от одного собеседника к другому. Ни одни глаза не встречались с моими. Всего ужаснее были для меня ночи. Я спал в проходной узкой комнате, скорее похожей на коридор. Постелью мне служила старая кушетка с вылезшей наружу мочалой, с горбом посредине и с продавленными пружинами. Две отсутствующие передние ножки заменял мне мой же собственный чемодан. Как я ненавидел эту кушетку. Никогда ни к одному человеку я не питал такой безумной злобы, как к этой старой рухляде, от которой отказался бы любой старьевщик. По мере того, как приближалась ночь, меня все более и более охватывал невыносимый ужас перед длинной бессонной ночью, ожидавшей меня. Наконец я ложился. Горб посредине кушетки впирался в мою спину, заставляя ее выгибаться. Пружины резали бока, подушка казалась низкой и ежеминутно сползала. Через пять минут начиналась тупая жестокая боль в затылке и пояснице. Голова разгорячалась, и в моем бедном мозгу мысли скакали и кружились в лихорадочном вихре. Создавались неизбыточные фантастические планы на будущее. Ночью я им верил, этим планам, но на другое утро они меня пугали, как горячечный бред. Все дневные впечатления, каждое мое и чужое слово, каждая обида, каждый плевок, каждое унижение вновь приходили в моей памяти. Я разбирался в них с тем жгучим наслаждением и с той глубокой, страшной последовательностью, на которую только способен ум одинокого, оскорбленного человека. И, воскрешая все эти подлые мелочи, я выкапывал со дна моей души такую гадкую грязь, что о таких вещах даже и на суде, даже и в свою защиту лучше не говорить. Друзья графа, проходя мимо моей кушетки, любили потешаться над ее убогим видом. Они называли ее прокрустовым ложем. В тот день, когда я совершил преступление, один из знакомых графа, господин Албов, пригласил всю компанию в ресторан впрыснуть полученное им наследство. Я тоже стал одеваться. Когда мы вышли на лестницу, я нечаянно толкнул господина Албова и извинился, а он отвечал «Ничего, пустяки». И потом вдруг прибавил «Да вы, Федоров, напрасно ехать-то беспокоитесь, никто вас не приглашал». Я остановился на крыльце, раздавленный этими жестокими словами. Гости шумно выходили на крыльцо, в дверях кто-то из них крикнул «Идите и возлягте на ваше прокрустово ложе», а другой подхватил «На ваше прохвостово ложе». Они ушли, громко смеясь. Я возвратился назад и лег на кушетку. У меня была смутная надежда, что они пожалеют о своих словах и пришлют за мной, но никто не приходил. Два или три часа я проплакал едкими слезами бессильного бешенства. Прохвостово ложе причиняло мне боль. Я поднялся, ненависть к кушетке переполнила мое сердце. Я собрал несколько картонок из-под шляп, набил их старой газетной бумагой, облил керосином, поставил под кушетку и зажег. Все это время я был в каком-то забытии. Когда я очнулся, вся комната пылала. Я ужаснулся своего поступка и стал звать на помощь, а остальное вам, господа присяжные, уже известно.